Добро пожаловать на «Алтенбаз» и смотрим наш 17-й выпуск. Смотрим внимательно, ведь в финале вы узнаете имя четвертого лауреата нашей антипремии. А в числе кандидатов были Алмастам Садкалиев, министр энергетики, Сульфия Грета Сулейменова, министр экологии, Гамжан Перматов, шеф Национального банка, и Вадимир Ким, хозяин Казахмыса. Рассмешили новости о том, как иностранные суды лишают наших чиновников собственности за границей. Так, чешский суд отобрал квартиру за долги у Караганинки Мадины Ашировой, руководительницы государственного центра «Активные долголетия». Примечательно, что квартира была куплена аж в 2008 году, ушла с торгов по цене значительно ниже оценки, а сама Мадина Аширова, ее дочь и сын были внесены в реестр недобросовестного налогоплательщика в Чешской Республике. Но, похоже, ни факт потери квартиры, ни тем более внесения в реестр, госпожу Аширову не смущает. Лучше, лучше, люди. А еще чешский суд на выживарез на коттедж родителей шефа департамента полиции по западно-казахстанской области Армана Розалиева. Недвижимость была приобретена в 2007 году, и полагаю, что до продажи с торгового дела не дойдет. Но все же история показательная. Кстати, Малдиар Розалиев, отец Армана, в свое время занимал должность заместителя руководителя антитеррористического центра стран СНГ. Кого же номинировать на Алтенбас? Думаю, только тех руководителей антикора и КМБ, под носом у которых наши чиновники умудрялись приобретать дорогую недвижимость за рубежом, при том, что огромная масса их соотечественников до сих пор проживает в аренде. Порадовали работники транспортной компании «Баскарьер». 120 человек посчитали, что у них неправильные условия труда, и начали забастовку. Работодатель же заявил, что проведенные в заявлении постующие факты не соответствуют действительности, а заработная плата на руки составляет от 400 до 450 тысяч тенге. Кто из них врет? Я не знаю, но полагаю, что водители с такими заработными платами на руки вряд ли устроили бы забастовку. Косвенно косяки работодателя подтверждаются и тем, что он все же решил изыскать резервы и выплатить работникам какую-то премию. Вообще транспортная компания с годовой выручкой более 12 миллиардов тенге не должна бедствовать. Ну а мы номинируем на «Отенбассе» руководителя Сергея Пашевкина. Зачем же народ-то до забастовки доводить? Или угольчики платить перестали? Удивил своей не то наивностью, не то наглостью заместитель руководителя комитета индустриального развития Министерства индустрии Тураржо Магамбетов. Чиновник рассказал публике о том, что в связи с введением в прошлом году экономических санкций против России в Европе возник дефицит угля, поднялась цена и, соответственно, какие-то наши неназванные хитрые бизнесмены решили восполнить дефицит и начали поставлять уголь в Европу, причем под распродажу ушел даже социальный уголь. Причем вывозился уголь не только по ЖД, но и автотранспортом. Наши мудрые чиновники решили перекрыть эту вазейку и запретили вывоз угля автомобильным транспортом. Запрет действует до сих пор. Можно похвалить чиновников, но вы знаете, если бы они раскрыли всю схему распродажи социального угля за рубеж, привлекли к ответственности всех виновных, да еще и разобрались бы со всеми этими фирмами-просвойками, что скупают за раз по сотне тысяч тонн угля на аукционах, а потом перепродают их в две или три цены, то да, пожалуй, можно было бы и похвалить от чистого сердца, и даже к курмету представить. А пока номинируем на «Алтонбасс» Турара Жомагомбетова. Наверное, неудивительно, что в команде нашего первого урлята Карабаева такие креативные чиновники работают. Вот только зачем они вообще нужны народу? Кстати, цены на уголь поднялись даже на карьерах, а министр Карабаев, как феникс, воскрелся в кресле министра транспорта. Порадовали и прокуроры, которые направили в суд многоэпизодное дело похищения в КГП метрополитен и его подрядчиков, Алматы метро Кройс и автоматизации технологии сервис. По версии следствия, подозреваемые умудрились похитить при строительстве новых веток метро целых 5 миллиардов тенге. Они просто завышали стоимость товаров и услуг в 10 и более раз, а разницу обналичивали через уже предприятие. С гордостью сообщается и об аресте, наложенном на имущество подозреваемых. Под арест попали три квартиры, офис, машины. Но мне почему-то кажется, что все арестованное имущество и близко не стоит 5 миллиардов тенге. Кстати, это не первое хищение при строительстве метро, но все ли виновные были наказаны по заслугам? Номинанта за эту новость предлагаю определить после решения суда. Рассмешила вице-премьер-министр Тамара Дусенова, которая призналась, что ее разочаровали казахстанцы в своих комментариях по поводу разбора фруктов на таджикской ярмарке в Астане. Я не буду ничего говорить про эту ярмарку, про нее и так писали, помимо меня. Но считаю, что и сама Тамара Басамбековна крепко разочаровала казахстанцев. Что это за работа Министерства социальной защиты, в чем она заключается? Неужели в возможности выживания на 85 тысяч тенге в месяц? Похоже, наша героиня не только не ищет реальных способов улучшить качество жизни рядовых казахстанцев, но и просто не понимает, что короля играет свита, а ее заместитель Олжас Артабаев и Назгульса Гендыкова своими высказываниями просто дискредитирует все министерство. Но, увы, заметить бревно в своем глазу дано не каждому казахстанскому чиновнику, а мы номинируем на автонбасс Тамару Дусенову. Порадовали антикоровцы на пару с комитетчиками, задержавшие своего заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Житой Сульской области. Хитрый чиновник с помощью посредника собирал по 50 тысяч тенге за право беспрепятственного работа на территории области каждого грузового автомобиля. Вы представляете, сколько грузовиков трудится на территории области? Тысяча? Две? Пять? Ну, хорошо, давайте представим, что всего лишь тысяча. Тогда месячный доход нашего хитреца составит аж 50 миллионов тенге. Нехило, правда? А руководителю инспекции транспортного контроля Булату Нурабаеву, по всей видимости, не доставалось ничего. Зато должность придется покинуть, за что мы номинируем его на автонбасс. Интересно, что буквально год назад Нурабаев восклавлял инспекцию транспортного контроля по Карагандинской области, где отметился конфликт с подчиненными, которые обвиняли его в незаконном применении специальных технических средств. Просто не могу пройти мимо новости о том, что топы Самрук Казаны получили по итогам работы за прошлый год бонусы в сумме более 400 миллионов тенге. Председателем правления Самрука в этот период был нынешний министр энергетики Алмаз Адам Садкалиев. Руководство компании получает бонусы в зависимости от прибыли за отчетный период, а рост прибыли составил 18% при росте выручки на 26%. Рост выручки объяснен увеличением продажи объема афинированного золота и продуктов переработки газа за рубеж. Ну а я же хочу обратить ваше внимание на другую цифру. По официальным данным, инфляция за прошлый год составила более 20%, что превышает рост объема прибыли и почти равно росту объема выручки. Получается, что бонусы получены за увеличение прибыли в пределах инфляции. Если это так, то Алтенбассы достойны не только топы Самрука, но и члены правительства, допустившие эту выплату. Кстати, супер премии получают не только руководители головного Самрука, но и руководители их многочисленных дочек. Так только Питер Фостер, руководитель Ростаны, получил за прошлый год выплаты порядка 400 миллионов тенге. А на заработную плату и бонусы троих руководителей не самой крупной дочки Самрука, бизнес-сервис СК, затрачено 75 миллионов тенге. Подозреваю, что и остальные руководители Самруковских дочек себя не обижают, но только старательно молчат об этом. Ну а что будем делать мы? Тоже промолчим? Снова порадовал вице-премьер и министр финансов страны Ерулан Жамалбаев. Чиновника искренне удивили многочисленные факты приписок в Фонде социального медицинского страхования, и он пообещал провести масштабную ревизию с главной целью грамотно и экономно использовать каждую монету. Ну а я посоветую Ерулану Кенжибековичу тщательно проверить работу единого дистрибьютора СК-формации по автоконтрактам с автечественными производителями, работу формулярной комиссии Министерства здравоохранения по установлению предельных цен на лекарства и услуги, провести сравнительный анализ цен на лекарственные средства и медицинские услуги в Узбекистане, Турции и России, а в СМС проверить и суммы, затрачиваемые на содержание самого фонда. Впрочем, я почти уверен, что чиновник не прислушается к моим советам, а я номинирую его за это на Алтенбас, причем повторно. Кстати, на вопросы о методах борьбы с инфляцией так и не ответил. Грустная, но вполне ожидаемая новость пришла от Арсилор Миталтемертал. По версии компании, трагедия на шахте казахстанской, когда погибли 5 человек, могла произойти в результате поджога. Согласно поданному компании заявлению в полиции, приведены интересные факты. За день до пожара была повреждена линия связи в системе геопозиционирования внутри шахты. Лента транспортера изготовлена из трудновоспламеняемых материалов и не могла загореться от случайной искры. Да и искре взяться-то было неоткуда. Была удалена аудиозапись смены. Отмечено противостояние с криминалом. Незадолго до трагедии было выявлено порядка 7 тысяч тонн подготовленного к хищению угля. Не знаю, насколько факты в заявлении соответствуют действительности, но все же отмечу, что 7 тысяч тонн угля – это более 100 вагонов, и вывести их скрытно физически невозможно. Если масштабы хищения в компании действительно такого размера, то появляются огромные вопросы и к руководителям компании, и ко всем местным чиновникам, и полиции. Ну а сам факт удаления аудиозаписи смены – и вовсе нонсенс. Только я понимаю, сразу же после трагедии ее должны были изъять сотрудники правоохранительных органов. Почему же не изъяли? Как она вообще могла исчезнуть? Горько, если люди и вправду погибли из-за поджога. Но вдвойне горше, если компания просто пытается спихнуть вину на криминал, а виновным опять окажется очередной сварщик. Номинанта за эту новость не будет. Крепко рассмешил Нуртас Карибаев, председатель комитета индустрии туризма, предвошивший ввести кэшбэк для туристов. Якобы это позволит развить организованную культуру отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны. Размер кэшбэка предполагается от 5 до 20%, а выплачивать его будут из государственных, то есть из наших с вами средств. Сказать, что это гениальная идея, потрясла меня – не сказать ничего. Осталось только ввести кэшбэк на экспорт, например, казахстанских продуктов питания. Ну или вообще на экспорт всего казахстанского. И бюджет освоим, и экспорт разовьем. Надеюсь, эта инициатива будет отмечена не только Аутенбасом, но и поджопником с государственной службы для всех причастных к ее разработке. Это ж надо было до такого додуматься. Продолжается борьба антикора с коррупцией в сфере образования. В Атравской области выявлены более 80 педагогов с фальшивыми дипломами. Более 90 миллионов тенге только с начала года были перечислены на счета родственников директоров школ и их бухгалтеров. Один из учителей и вовсе не постеснялся получать полноценную зарплату в нескольких разных школах. Директора школ неравномерно начисляли тарифы за дополнительное образование для учащихся. Подобное происходит и в образовании ЖТСУЙСКОЙ области. Диляги умудряются воровать, начиная от выплаты зарплаты вымышленным лицам и заканчивая махинациями с платежными ведомостями. Похищено более 5 миллиардов тенге. Полагаю, что аналогичным образом обстоят дела и в других регионах нашей страны, а значит бюджет ежегодно теряет порядка 100 миллиардов тенге. Получается у наших чиновников от образования склонность к коррупции. Интересно, врожденная или приобретенная? И что собирается делать с такими потерями министр просвещения Ганим Бесимбаев? Пока ответов от него нет. Мы вновь номинируем его на Атанбас. Забавил ЕМПФ, который не стесняясь сообщил о том, что 5 частных компаний, которым разрешено передавать в доверительное управление часть пенсионных накоплений, показали доходность выше, чем ЕМПФ за тот же период. Доходность частников составила от 5,95% до 9,93%. То есть частники работают лучше, а чиновники это подтвердили. Прирост пенсионных накоплений идет в основном за счет обязательных взносов, а чистоинвестиционный доход составил менее 5%. Средняя ежемесячная выплата по достижению пенсионного возраста составила 32122 тенге, подозревая, что есть и значительно меньшие выплаты. А максимальная ежемесячная выплата превысила 742 тысяч тенге, полагая, что такую пенсию может получать Марченко или чиновники уровня Акима, опустили министра. Вообще же почти 16 триллионов тенге в ЕМПФ являются вторым по величине фондом в стране после национального. Насколько разумно содержать армию бюрократов для его управления при доходности ниже уровня инфляции, давайте спросим у председателя ЕМПФ Жаната Курманова. Ну и заодно номинируем его на Донбасс. Представляете, какая крутизна должна быть внутри детской областной больницы Атравской области, если ее руководитель Нурхабыл Айтмухамбетов без тени смущения катается на свеженьком внедорожнике Лексус с блатными номерами? Наверное, уровень лечения маленьких пациентов, ну, просто заоблачный. Ну а на чем тогда передвигается руководитель управления общественного здоровья области или министр здравоохранения? Даже представить страшно. Впрочем, возможно, антикур все же поможет разобраться, как на самом деле обстоят дела со здоровьем маленьких пациентов и на какие средства был приобретен дорогущий автомобиль. Ну а пока же номинируем на Донбасс успешного врача Айтмухамбетова. Кстати, друзья, если среди вас есть жители Атрав, пожалуйста, сообщите, в каком реальном состоянии находится Атравская детская областная больница. Все ли в порядке со здоровьем детей? А еще на прошедшей неделе было озвучено долгожданное посвание президента народу. Произошла очередная кадровая перестановка и даже появились два новых министерства. Впрочем, об этом я рассказал в отдельном выпуске. Сейчас лишь отмечу, что мне очень жаль прощаться с подававшей надеждой звездочкой Зульфио Играты Сулейменовой, которая чуть-чуть не дотянула до Донбасса, но не по причине своей неспособности, а лишь по причине наличия мощнейшего конкурента в лице министра энергетики Алмас Адама Садкалиева, который и получает Донбасс. Ну как еще можно отметить достижения чиновника, который не только потратил сотни миллионов на бонусы своим подчиненным в Самурке, но еще и продавил программу тариф в обмен на инвестиции и при этом не постеснялся подкинуть пару десятков миллиардов тенге на ремонт частных ТЭЦ, жаль и подававшего надежды Асхата Оралова и экс-министра культуры и спорта. Впрочем, и он, и Грета Булатовна еще могут всплыть на новых должностях, ведь скамейка запасных у нас в стране не только короткая, но, похоже, еще и закольцованная. Завершая наш выпуск, благодарю вас за уделенное на просмотр время, за ваши лайки, комментарии, репосты, за ваши рекомендации канала. До встречи через неделю.